ДНР Нужны ли визы с ЛНР-ДНР? Я думаю, не нужны. Почему? Потому что это, мне кажется, очень дружеское государство, и поэтому, я думаю, не нужно включать визовый режим между ними. Нет. А зачем усложнять жизнь людям? Да нет. Зачем они нужны? Не знаю. Нет, наверное. Не, не нужны. С ними нет. Нет. Я считаю, что они не нужны. А России? А у них есть паспорта уже, да? Наверное. По-моему, они ими пользуются, ездят без визы с этими паспортами. Так что этот вопрос уже решенный. Да нет, наверное, не нужны. Думаю, нет. Я вообще против визы. А с остальной Украиной? Там с Киевом, Львовом? Да нет. Блин, я считаю, что это должно быть свободное перемещение. Без каких-либо виз, специальных оформлений документов. Просто приехать, как из Москвы, допустим, в Санкт-Петербург. Нет, наверное. Я думаю, что зачем они нужны? Почему нет? Ну, все-таки мы же братья все, ну, как говорится, чтобы спокойно между друг другом, как его, ходили друг к другу без проблем, не знаю, гости, можно сказать, да. Ну, всегда же были братьями между народами. Да и с остальной тоже я считаю, что не нужно, потому что, опять же, различные политические распри, они плохо влияют на контакт двух дружественных народов. Вообще, я бы визы везде отменила, если честно. Да нет, визы не нужны, зачем? Да тоже нет, в общем-то. Все братья? Какие должны быть? Ни границ, ни виз, ничего не должно быть. С остальной Украиной тоже не нужны визы. Чему? Дефицит рабочих рук в России. У нас едут гости со Средней Азии, я считаю, что нужно менять гостей со Средней Азии на наших братьев, славян, на украинцев. Поэтому отменить. Сложный вопрос. Я думаю, инициатива на их поле сейчас. Захотят визы, получат обратку. А так, наверное, нет. Все-таки пострадает, сколько тут миллионов украинцев, которые работают, а не эта компания, которая сидит в Киеве. Вот так я думаю. Я, в принципе, против ФИС. Я считаю, что пространство должно быть открыто и доступно. Чем принципиально власть в России отличается от власти Украины, за исключением того, что украинская не лазит в чужие государства со своими вежливыми людьми? Очень смешно. Не знаю, у нас более лояльная как-то власть все-таки, не знаю, не такая, как в Украине. Да, мы все-таки какие-то более миролюбивые, скажем так. Мы свои граждан убиваем. У них более злая, да? Конечно, злая. Что за вопрос? Это же уже за не бомбят свой же народ. Конечно. Тоже Чеченю побомбили немного, 10 лет. Кто? Путин. Ельцин. Вообще-то мы там террористов оттуда убирали, а не Чечню бомбили. У нас авторитаризм, а у них задатки демократии. Возможно, это потом вылезет в нормальное гражданское общество с демократическими институтами. Но у нас классический авторитаризм, который со временем рухнет. И мы будем жить. Возможно, у нас будет так же, как на Украине. Ну, в России легитимная власть. И я одобряю политику, в принципе, Владимира Путина. И я считаю, что конфликты именно на национальной, межнациональной почве, они делают только хуже для страны, для государства вообще, в принципе. Тут я вам никак не отвечу, потому что я в политике вообще не с мыслью. Эта политика не интересует. Ну, наверное, с чем-то отличается. Потому что у нас порядок более-менее, а у них нет. Ну, Украина слабое государство. В отличие от России, где государство сильное. Это на таком терминологическом уровне. Но от этого все и происходит. Здесь государство подчинило себе бизнес, а там бизнес подчинило себе государство. Ну, и дальше происходят такие междоусобные разборки. Я думаю, каждое правительство чем-то отличается друг от другого. В противном случае мир бы был иным. Он отличается, наверное, более благоразумным подходом именно к проблемам, которые есть в стране. Наверное, именно этим больше всего отличается. А по-вашему, где уровень жизни выше? На Украине или в России? Ну, конечно же, в России. Потому что здесь есть работа, здесь есть досуг, культура. Здесь есть все. А на Украине от этого пытаются оградиться немного. Здесь? А здесь нет. В России высший уровень жизни. Ну, я думаю, если оттуда приезжать сюда на заработки, я думаю, тут уже все понятно. По-вашему, хоть она власть сделала что-нибудь для народа? Ну, российская, да. Что? Ну, много чего. Конкретно сказать не могу. Ну, старается для России. Ну, я думаю, да. Я думаю, сейчас, например, у нас, учитывая, какие были тяжелые времена в 90-х, сейчас все идет на поправку за такой короткий срок, там, в районе 20 лет, страна преобразилась, и это очень неплохо. Они очень много делают для народа, я считаю. Какой? Вы знаете, я думаю, и российское правительство достаточно многое делает для народа. Что? Что делает конкретно? Вот это, наверное, уже детали. Если много, вот одно что-нибудь, что она сделала? Ну, я не знаю, достаточно много социальных программ, гарантии, которые предоставляются. Делает социальные программы, да? Предоставляет возможности, да. Ну, если смотреть на перспективу, ну, не перспективу, а ретроспективу, скорее, за последние 30 лет, жизнь в этой стране, в этом городе, на этой площади, на которой мы с вами находимся, изменилась кардинально, изменилась в лучшую сторону, несопоставимо. Чьем? Да, сим. Например, тем, что мы стоим с вами, разговариваем, я что-то говорю в микрофон, а вы снимаете на камеру. Мы 20 лет назад так же бы стояли. Но не 30. 30 тоже. О, нет. О, нет. Ну, а 30. В 87-м? Мы жили на этой улице, она называлась Халтурин. Улица Халтурина, был такой террорист Степан Халтурин. И тут с камерами, камеры уже были технические, но с камерами не ходили, не спрашивали прохожих о том, что они думают по поводу различных политических событий. С молотком ходить начинали в 87-м? Да нет, просто. С плакатом? Долой Горбачева? Подождите, давайте мы отнимем, что у нас, 17-й год, отнимем 30, да, что получим? 87-й? Слушайте, это был Советский Союз. Тут шевеление какое-то было в районе Англитера. Робко показывали такие плакаты, спасите, не разрушайте историческое наследие. Никакой политики, речи не было и быть не могло. Вот моя мысль. Кто будет смотреть этот опрос? Скажите мне сначала, и я подумаю, что ответить. Путин, конечно, будет смотреть. Так, какая-нибудь власть, ну, конечно, сделала. А что, разве нет? Какая и чего? Вы имеете в виду сейчас современной России или как? Как далеко смотреть? Да не только в России. Вообще, вот, приведите пример, где власть что-то делает для народа. В России-то понятно, что она ничего не делает. Нет, ну почему так категорично? Нет, что-то же делается, конечно. Что? Вас много что не устраивает в нашей стране? Вот по ним такой вопрос. Нет, у нас же вопрос, что она сделала именно, вот, действие какое. Ну, а что она делает против? Допустим, вот так, она не делает ни хорошо, ни плохо. А это считается делает, да? Ну, хотя бы не делает плохо. Это уже хорошо.